Кубок Никита Чернова 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 Кубок Никита Чернов Кубок Никита Чернова Но в итоге приноровился. Сейчас бэквист с Александром Ивашнёвым успел Александр Морозову отвернуть голову. Такое ощущение, что Александр Морозов стал попаиваться ударов Ивашнёва, как-то он постоянно моргает. Это, конечно, плохой знак для профессионального бойца, если начинает он опасаться ударов соперника. Вот в клинче Александр Морозов, конечно, может набирать баллы. Он в этом компоненте должен себя чувствовать намного увереннее соперника, который по правилам Номеральт Про ещё ни разу в жизни не выступал. Но тут сразу несколько бэк-киков Морозов просто стоит на месте и становится лёгкой мишенью для Александра Ивашнёва. И ещё один бэк-кик, но дождался Александр Морозов. Так он стоял, стоял, стоял на месте. И в итоге один из ударов Александра Ивашнёва, ударов с разворота, нашёл цель. Второй нокдаун в этом поединке. Лимит нокдаунов, насколько я понимаю, на турнире сегодняшнем не предусмотрено. Здесь нет правил от нокдауна. Есть правила три нокдауна в одном раунде, но нет общего лимита нокдауна. Сейчас растаскивает Дехеракитин соперник. И этот клинч, конечно, был просто спасительным для Морозова. И Ивашнёва здесь просто начинает разбивать соперника. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Вот это вертушка! На сей раз не в корпус, а в голову поднял Александр Ивашнёв. И красивейшим ударом с разворота точно пяткой в челюсть попадает Александру Морозову. И снимает бойца из Ёж-Королы с пробега. Это досрочная, досрочная победа Александра Ивашнёва, который врывается в финал. Великолепный нокаут. И очень тяжело сейчас Александру Морозову. Тут же подоспели медики. Конечно, надо как можно быстрее приводить чувство бойца из красной машины. Ему досталось. И здесь и сам нокаут был страшным. А до этого ещё напомним, что несколько раз побывал Александр в нокдауне. Причём пропускал в корпус. Это всегда ужасно много отнимает сил. Но Александр Ивашнёв ликует. Играет он на публику. Проводит бой с Тенью. У нас с вами есть первый победитель полуфинала. И первый финалист Кубка Никита Чернова известен. Им становится дебютант Эмиральд Байт, Александр Ивашнёв из города Москва. Ну и до сих пор Александр Морозов не может прийти в себя. Вот наконец-то встаёт Александр. Пришёл Александр Ивашнёв поддержать своего тёзку, которого он сегодня вынужден был отправить в нокаут. Профессиональные бои – жёсткое дело. По-другому здесь не бывает. В первом полуфинале в рейтинге Кубка памяти Никиты Чернова. Нокаутом во втором раунде победу одержал Александр Ивашнёв. Александр Ивашнёв поздравляем с блестящим дебютом. Сегодня мы его ещё обязательно увидим в деле. Он будет сражаться в главном бою вечера в финале.